Иисус, придя в пределы Кесарии и Филипповой, спрашивает учеников своих, за кого в Меня почитают люди? За кого почитают люди, Сына Человеческого? Они сказали им, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого Меня почитаете? Ответил Симон Петр, ты Христос, Сын Бога Живого. Знаете, на самом деле Иисус говорит, своим умом ты бы до этого, Петр, не дошел, это тебе открыло. Господь Бог. Но ответ Петра на вопрос Иисуса совершенно однозначен. И Иисус отвечает ему точно так же. И он говорит ему, я говорю тебе, Петр, ты Петр. И на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Медраж Елкут Шимони, 76. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него, я смотрю на тех, кто был до сотворения мира. Придча человеке, который хотел построить и копал, чтобы тайно найти место, где можно заложить основание. И находил все время болото, пока не нашел одну скалу. И сказал, на этой скале, в оригинале греческое слово Петра. И решил, здесь я буду строить, на этом камне Петра поставил основание. Так и Всевышний, когда сотворил мир, смотрел на поколение за поколением, на поколение потопа, на поколение Иноша. И рассуждал, где же я могу построить основание. Разве среди этих злодеев, которые непрестанно гневают меня. Но так как предвидел, что должно прийти в мир, Авраам воскликнул, вот я нашел камень, на котором могу воздвигнуть мир. Поэтому и назвал он Авраама Цур, или скала, Цур Ешуа, ты, или скала спасения моего. Как сказано, взгляните на скалу, на которой вы иссечены. Израиль назвал скалами, а переизбрание Израиля, предшествовало сотворению, как сказано, вспомни общину свою, которую издревле приобрел ты. И я думаю, что здесь Иисус приводит параллель между Авраамом и Петром. Хотя я хочу вот что сказать, постоянно возвращаясь к доктору Фрихтенбауму, потому что он много высказывался по этому поводу. Он говорит о двух словах, которые здесь есть, Петра и Петра. На греческом языке мужского рода, это маленький камень, Петра, скала, большой камень. Поэтому, когда ты, Петр, ты игра слов, и на этом камне я воздвигну свою церковь, врата ада не одолеют ее. Он как бы говорит, два разных слова, на самом деле. В одном случае Петр маленький камень, а вот на этой истине, которую я ты сказал, это большой камень, я воздвигну свою церковь. И врата ада не одолеют его, Петхашель Гейном, это очень распространенное выражение в иудаизме, которое некоторым говорят злое начало, побуждающая сила. Хотя в истоках Банес, тот кто был в Израиле, очень часто показывают, вот если Иисус на самом деле стоял там и говорил там с Петром по этому поводу, то возле этого существует пещера, которая так и называется врата ада. Поэтому он как бы находясь в этом месте, было невозможно, это красивая легенда, может быть нет. Он говорит, ты есть как бы Петр, ты есть маленький камень, а на самом деле я построю на большом камень, который нависает над этой пещерой, на этой истиной, которая есть я. И врата ада, как бы переводя его взгляд на пещеру, которая рядом, не одолеют ее. И дам тебе ключи, царство небесное, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Связано и развязано. На еврейском обозначает словами позволено или запрещено. Когда двое и трое свидетелей собираются при тебе, а при устах свидетелей подтвердится всякое слово, то тогда все, что ты сказал, соответствует Торе. И поэтому тогда все, что ты разрешаешь, я разрешаю. Все, что ты запрещаешь, я запрещаю. Это не должно быть дополнением к тому, что, как говорит церковь католическая, что, или не важно. Пестр, как бы первый папа, не совсем не об этом, просто в контексте еврейском имеется в виду, что все, что ты будешь строить на этом камне, при двух-трех свидетелях, которые соотнесут это с тем, что есть Торе, да, тогда да, тогда ты на самом деле, я тебе даю то, что называется ключами. Танхума Ноах, или Ной-3, и всех воинов 7 тысяч, и ремесленников, и кузнецов тысячу, всех храбрых, способных воевать, выслал царь Бавельский, или башни Бавель, Вавилонские, в изгнание Бавель, ремесленники, и всякий раз, когда кто-то из них говорил, все замолкают и не могут слышать никого, кроме них. Кузнец, ибо если развяжут что-то, называя чистым, нет того, кто мог бы отменить, то есть развязать. И это то, о чем сказано, и возложу я ключ дома Давидова на плечо его, и он отопрет, и никто не запрет, и он запрет, и никто не отопрет. То есть ключи в данном царстве, это не то, кого я пускаю, или кого я не пускаю в Царство Небесное. Это ключи разрешать, то есть развязывать, или закрывать, то есть завязывать, в том смысле, если я стою на этом камне, который есть истина Божья, не на Петре, а на камне, и если подтверждается всякое слово, то тогда все, что я разрешаю, согласно Писанию разрешается. По крайней мере, это совершенно известный подход у евреев того времени. И с того времени, Писание продолжает, Иисус начал открывать ученикам своим, что должно ему идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убитым в третий день и воскреснуть. В еврейской традиции третий день всегда считался днем избавления. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи. Обратите внимание, Петр чисто по-еврейски не говорит ко мне, а к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье и что человеческое. Параллель с предыдущим фрагментом, где Петр был скалой основания, но она здесь более широкая, там Петр следовал не за кровью и плотью, а за Отцом и Небесным. А здесь же наоборот, он не хочет не Божьего, а хочет человеческого. Иисус говорит своим ученикам, если кто хочет за Мною пойти, да, отречется от самого себя и возьмет крест твой и следует за Мною. И кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее, кто же погубит душу свою ради меня, тот найдет ее. В трактате «Тамид» есть разговор Александра Македонского с мудрецами Израиля. Десять вопросов предложил Александр Македонский мудрецам Юга. Кто может называться мудрым, предвидящий будущее? Кто может называться героем, удерживающий свои страсти? Кто может называться богатым, довольный своей участью? Мне, кстати, это нравится. Что должен делать человек, чтобы жить, то есть жить вечно? Пусть убивает себя, то есть воздерживается от прихоти. Что должен делать человек для того, чтобы умереть? Пусть живет, то есть потакает себе. Александр Македонский, который жил задолго до Иисуса Христа. И у нас есть интересный очень трактат, который говорит, вот еврей, тот, который хочет жить да умрет, а тот, который хочет умирать, пожалуйста, пусть живет, то есть пусть потакает самому дурному, что есть в себе. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет сын человеческий во славе отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Душа человека равноценна всему миру, утверждает Мишна. В трактате Санедрин 4.5 говорится следующее. «Каждому, кто повредит хотя бы одной душе, вменяется, что он погубил весь мир. Неподобно финансовому ущербу, ущерб душе. Ибо в отношении финансового ущерба человек платит деньги и искупает вину. А в отношении ущерба душе человека, кровь его и кровь потомков его будет на этом человеке, как написано о Каине, кровь брата твоего вопьет из земли». Не написано кровь, но крови, то есть в множественном числе, так как речь идет о детях и о детях детей на бесконечное число поколений. Так Писание учит, что всякий, кто погубил душу, погубил целый мир. Всякий, кто спас душу, спас целый мир. На самом деле так и есть, абсолютно точно, потому что Адам, который погубил свою душу, он погубил целый мир, пока не найдется кого-нибудь, кто мог бы спасти этот мир. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве славы. В традиции Агады не значит, не вкусят смерти, не означает буквально, что человек не умрет. Оно относится к праведникам, пребывающим в особом духовном состоянии. Поэтому, когда мне комментируют это место, часто комментируют и говорят, ну как же так, которые не вкусят смерти, а уже увидят сына человеческого и грядущего во славе, не совсем так. В еврейском контексте не имеется в виду те люди, которые не умрут физически, а имеется в виду те люди, которые пребывают в особом духовном состоянии, которое переносится и после смерти. И в этом контексте они не умрут, и они увидят сына человеческого, грядущего во славе. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok